Наступил первый день 2018 года и этот год будет переломным в развитии истории человечества, денежной культуры и цифровых криптовалют. Что же произойдет в 2018 году? Буквально за день до наступления нового года и в первый день нового года посыпались новости так или иначе связанные с криптовалютой и блокчейном. Великобритания объявляет о создании своей цифровой валюты, которая будет называться криптофунт. В России ликвидирован резервный фонд. Деньги резервного фонда полностью исчерпаны и резервный фонд теперь сливается с фондом национального благосостояния, откуда Россия будет финансировать по триллиону рублей дефицита бюджета пенсионного фонда России. Со счетов Викиликс пропало 3000 единиц криптовалюты, правда какой не указывается. Будьте бдительны, храните надежно свою цифровую валюту. Если уж ее украли у Викиликс, украдут и у вас. Россия достигла договоренности со странами ОСР и более 55 юрисдикций с нового года будут подавать информацию о движении средств на счетах граждан России. В мире биткоина возник новый форк с символическим названием Биткоин Год, Биткоин Бог. Правительство России не позднее июня этого 2018 года подготовит и подпишет законопроект о криптовалютах в Российской Федерации. Майнеры будут приравнены к индивидуальным частным предпринимательствам. Майнить просто так дома, не зарегистрировавшись в качестве индивидуального частного предпринимателя, в России будет незаконно с лета. Совсем другая правоприменительная практика в отношении криптовалют готовится в Беларуси. В Беларуси это все открыто, батька приглашает всех, добро пожаловать майнить в Беларуси. 2017 год стал переломным в вовлечении населения в криптовалюты. Уже полтора миллиона россиян имеют криптокошельки в биткоине, еще 18 миллионов зарегистрированы на всевозможных сервисах. Общий интерес к криптовалюте резко вырос в момент внезапного повышения цены в декабре 2017 года на биткоин. Биткоин стал основной темой всех информационных каналов и телевизионных станций. Упоминание слова биткоин вышло на третье место. После реновации 186 тысяч упоминаний, допинга 166 тысяч упоминаний биткоин вышел на третье место 129 тысяч упоминаний. Но если брать все сопряженные с криптовалютами так или иначе слова, получится, то блокчейн стоит на шестом месте 81 тысяч упоминаний в СМИ, майнинг на одиннадцатом месте 31 тысяч упоминаний. Хайп напрямую не относится к криптовалюте, но то что случилось в 2017 году это и есть хайп 21 тысяч упоминаний. Таким образом по совокупности 382 тысячи упоминаний о биткоине, о криптовалютах, о майнинге стали главной доминирующей темой во всех средствах массовой информации в 2017 году. Король умер. Да здравствует король. Такими заголовками запестрят средства массовой информации в 2018 году. Новая криптовалюта прочно ворвалась на Олимп и заняла второе место по капитализации после биткоина. Речь идет о Ripple. Ripple это не совсем криптовалюта, это больше алгоритм и механизм, созданный неким стартапом для того, чтобы помогать банкам уменьшать издержки на трансграничных переводах. В Японии была лицензирована еще одна криптобиржа BitOcean. Таким образом в Японии всего выданы лицензии 21 биржи, которые могут работать с криптовалютами. Напомню, что в Японии свободное хождение криптовалюты разрешено законом. Самой значимой новостью является то, что Ripple приблизился по капитализации к биткоину. Сейчас он отстает от него немного, находится на втором месте, обогнал эфир. Осталось еще немного и Ripple, скорее всего, обгонит по капитализации биткоин. И вот с этим как раз было бы нам интересно разобраться, что же это такое Ripple, почему он вызвал такое доверие рынка, либо это связано с чем-то другим. По официальной информации, что Ripple, стикер XRP, криптовалютная платформа для платежных систем, которая связана с операциями с обменом валют и также без возвратных платежей. Если кто знает, как работает биткоин, там есть возвратные платежи. Разработана компанией Ripple и особенностью является консенсусный реестр. Система запущена в 2012 году, то есть мы видим, что запущена она на три года позже, чем биткоин. Но на самом деле откуда она пошла, эта система и как она развивалась? Предшественник платежного протокола Ripple, именовавшийся раньше Ripple Pay, впервые был разработан в 2004 году Райаном Фугером в Ванкувере. То есть пришла эта система из Канады. Фугеру пришла эта идея в голову после знакомства с работой Ванкуверского отделения торговой системы местного обмена. И его намерение состояло в том, чтобы позволить отдельным лицам и сообществам создавать свои собственные деньги. То есть сама идея, которая пришла в голову разработчику Фугеру, она была связана именно с тем, чтобы развивать альтернативные банковским системам средства перевода денег, перевода и конвертации. И это привело к идее новой системы, разработанной Джедом Маккалибом из Dunkin Network, которая была спроектирована и построена Артуром Бриттое и Дэвидом Шварцем. А в мае 2011 года они уже приступили к разработке электронной платежной системы. И она была запущена, но она не была системой такой, как биткоин, она не была связана с майнингом, но обновленная система Ripple отличалась от сложившейся экономической инфраструктуры биткоина отсутствием зависимости от онлайн-сервисов обмена. Крис Ларсон, который ранее основал компанию по кредитованию и Loan, и Prosper, присоединился к команде только в 2012 году. Это банковское учреждение, на первый взгляд неприметное, если искать о нем информацию в открытых источниках или в Википедии, вы найдете информацию о том, что банку чуть больше 100 лет и был он основан в Великобритании с позволением британской королевы для управления трансграничными переводами в британских колониях, таких как Австралия и Индия. Но давайте заглянем на официальный сайт Ripple. Что мы здесь увидим? Да, мы здесь увидим красивую историю про то, как работает Ripple. Действительно, работает он неплохо. Действительно, он содержит в себе ряд протоколов, которые не может содержать по умолчанию биткоин, поскольку биткоин уже разработан и выпущен, и что-то там менять сейчас практически невозможно. Здесь заложен инструментарий для конвертации валют в процессе их перевода, причем децентрализованный. Это не связано с тем, как сейчас работают банки, и это ускоряет значительно все банковские переводы. Именно трансграничные переводы. Как пример, в роликах рекламных Ripple приводится ситуация, когда девушка из США отправляет к своему другу Бобу в Сингапур, в Сингапуре сингапурские доллары, то есть она ему отправляет американские, и Боб там буквально в течение одной минуты получает сингапурские доллары, причем делает она это очень быстро и легко при помощи мобильного телефона. Действительно страшно удобно. Но как эта система работает сейчас? Если разобраться, то в принципе на уровне фронт-офиса это сейчас работает все с кредитными картами. То есть я могу другому человеку по кредитной карте перевести деньги, это будет выглядеть достаточно быстро. Трансграничные переводы, например, в странах СНГ не только осуществляются системой «золотая корона». Я недавно «золотой короной» переводил за границу, там знакомые деньги на Новый год. Происходит это очень быстро, причем очень интересно, что за это даже не взимается комиссия. То есть это так выглядит все на уровне фронт-офиса. Как это выглядит в бэк-офисе банка? В бэк-офисе банка это выглядит следующим образом, поскольку компания «Центр финансовых технологий» это новосибирская компания, разработчик системы «золотая корона» и одноименной карточки. Банк принимает мои остатки на счетах рублевые, у меня карточка рублевая. Далее он их конвертирует в доллары США. Да, соответственно, здесь задействован уже банк-корреспондент, который находится в Соединенных Штатах Америки. Далее из Соединенных Штатов Америки эти деньги внутри, может быть, одного, а может быть, нескольких банков переводятся на счет того банка, который находится, ну, где-нибудь, например, в Кыргызстане или в Казахстане. Далее казахстанский банк со своего корсчета списывает эти деньги и проводит внутреннюю конвертацию по балансу, например, в Тенге. Далее человек в Тенге приходит и получает эти средства на обменном каком-то пункте или в каком-то отделении банка, который в списке системы «золотая корона». То есть сам клиринг может занимать от 3 до 4 суток и стоимость этого самого клиринга, она может быть достаточно высокая. Да, потому что, что мы здесь видим? Мы здесь видим, что есть внутренние перечисления средств, выполняются они по SWIFT, а за это все банк платит деньги, естественно, конвертация тоже производится либо с валютной позиции банка, тогда у банка есть свои внутренние курсы конвертации, либо, если таких сумм набирается много или эти суммы большие, то конвертация происходит на бирже. Биржа тоже также берет свою комиссию, то есть достаточно длинный путь, на самом деле, и для банка очень много работы для бэк-офиса. Ripple действительно это очень сильно упрощает, потому что он автоматизирует все эти переводы и конвертации децентрализованно, то есть, например, через биржу. Если банк согласился с Ripple о том, что они работают по такой-то схеме через указанную биржу, транзакция происходит моментально, никто со своего баланса ничего не списывает, то есть данная сумма, например, 200 долларов, тут же заходит на определенную биржу, там есть предложение на покупку и на продажу валюты, она по свежему предложению, по самому подходящему покупает этот лот, покупает эту валюту, и тут же эту валюту перечисляет в тот банк, который находится в Сингапуре, уже в сингапурских долларах. Происходит это все в течение 1-2 минут, и вот на рекламе, которую располагает Ripple, можно увидеть, что издержки снижаются, на самом деле, незначительно, в принципе, но в два раза. Значительно это или нет, но когда у банка очень большое количество операций, то это может быть суммой значительной, поэтому банки охотно идут на такое сотрудничество, их никто, естественно, туда не загоняет, и на официальном сайте Ripple мы можем посмотреть, что это за банки. Вот этот вопрос-то как раз и является самым интересным. Кого мы здесь видим? Во-первых, UFJ, да, это Bank of Tokyo Mitsubishi, Santander, UBS, Axis, SBI, SEP, American Express. В принципе, если для людей, которые достаточно хорошо разбираются в экономике, понятно, что все эти компании принадлежат одной группе. Но самое-то важное не это, а самое важное то, что возглавляет весь этот список, но он не возглавляет, он здесь скромненько находится в стороне, Standard Chartered Bank. Вот это, вот уже одно это, оно проливает свет на то, чья это валюта, кем, для чего и для кого она разработана и какое у нее будущее. Давайте коснемся экономических параметров этой валюты. Всего выпущено 100 миллиардов монет, то есть все, больше ничего выпущено не будет. Это первое. Второе. Майнить ее нельзя. Третье. Да, действительно, вот и Виталик Бутерин, другие специалисты подтверждают, что коды открыты, то есть написано это все на открытом коде. Но то, как устроена ее архитектура, и то, какие компании и банки занимаются ее распространением, как раз говорит о том, что это и есть будущая мировая криптовалюта. Либо, возможно, тренировка перед введением такой валюты. В принципе, Ripple назвать полноценной криптовалютой нельзя. По одной простой причине. Потому что криптовалюта создана вообще и биткоин, и другие альткоины, как альтернатива централизованной банковской системе. А это распределенные вычисления, они не принадлежат никому, они являются анонимными, они доступны всем и каждому, но в Ripple все не совсем так. Дело в том, что его нельзя майнить, как я уже говорил, это раз. Количество выпущенных монет конечное, но система централизованная. И то, кому она принадлежит, можно сейчас посмотреть. Что такое Standard Chartered Bank? Если отходить от всяких конспирологических теорий, то действительно впервые этот банк был создан в 1613 году, а не в 19 веке, как это написано в Википедии. И на настоящий момент владельцы этого банка являются самыми богатыми людьми в мире. Этот банк, в принципе, является центробанком центробанков. Его отделение или представительство находится практически во всех крупных странах мира, в том числе в Москве, есть представительство этого банка. Он напрямую не занимается банковской деятельностью, причем даже у себя на родине, в Англии. Там есть, да, действительно штаб-квартира, но она не оказывает банковских услуг. Она занимается консультированием. Давайте посмотрим, помимо того, какие банки входят в эту систему, если мы вот здесь нажмем «About», мы здесь увидим еще и SEO, да, и правление. Брэд Герлинхаус является управляющим, да, то есть «Chief Executive Officer» SEO этой компании, а инвесторами этой компании, и вот здесь опять очень интересно, и это 100% доказывает мою мысль о том, что эта компания принадлежит людям, которые владеют 80% денег во всем мире на планете Земля. Accenture – это консалтинговая компания, которая занимается во всем мире очень сложными финансовыми консультациями, консультирует в том числе правительство многих стран, и в принципе это передовая интеллектуальная единица клуба банкиров. Понятно, что Андерсон Хоровиц, ну, а дальше уже сюда за компанию, конечно, включили и Google Ventures. Google Ventures, кстати, достаточно давно подсоединилась к команде Ripple, и к ее финансированию. Об этом можно прочесть в открытых источниках. Santander – это тоже банк, принадлежащий этой банковской группе, к которой относятся и Standard Chartered. Итак, если мы внимательно присмотримся к совету директоров, то увидим, что каждый из них так или иначе проработал на систему половину своей жизни, как я уже говорил. Крис Ларсон имеет опыт работы в таких организациях, как ELOAD и Peer-to-Peer Lending Marketplace. Что такое ELOAD? Это интересная организация, где гражданам дала возможность кредитовать друг друга, собственно, это список банкротов США. Надо сказать, что в США, в принципе, половина населения является банкротами. Если посмотреть на вообще внешние долги, мы потом к ним вернемся, да, мы знаем, что это более 20 триллионов долг США, совокупный долг правительства США и домохозяйств, то есть граждан, 41 триллион долларов. То есть мы приблизительно поймем, что каждое домохозяйство в США задолжало приблизительно 329 961 доллар. И это информация на июль месяц. Сейчас оно, конечно, больше. Вы представляете, да, что с каждого домохозяйства получить такие огромные деньги, скорее всего, не представится возможным. И никто их не увидит. Поэтому граждане, у которых уже плохая кредитная история, а я напомню вам, что более 55% граждан США имеют просрочку по внесению денег на кредитные карты как минимум на 30 дней. Таким гражданам закрывают кредитные лимиты, они больше не могут брать кредиты. И, соответственно, они выставляют свои карточные долги на всеобщее обозрение. И таким образом вот эта компания, Илон, в которой работал Крис Ларсон, продавала карточные долги. Далее мы посмотрим, что Сьюзан Эйфи, это вообще, в принципе, ученая, она профессор, она закончила много чего, получила степень PHD. Она нам не так интересна, как Зои Круз. Она интересна тем, что была одним из сопрезидентов Морган и Стэнли. А Морган и Стэнли входят как раз в группу заговорщиков. Еще раз вернемся к статье «Секретный план глобальных элит относительно криптовалют». И мы видим, что это как раз эта группа, в которую входит «Джи Пи Морган», «Вэлс Фарго», «Стэйт Стрит», «Свит Сыск», «Сыско», «Аксенчура», которая является, между прочим, акционером «Рипл», «Лондонская фондовая биржа» и вот тот самый «Митсубиши», «Юэф Джей Файнэншнл». Кен Керсон отметился в «Сианэн Файнэншнл». Был финансовым аналитиком, то есть человек тоже из системы, как мы видим, никого чужого в систему не берут. Я уже молчу про «Бен Алавский», который был помощником губернатора и возглавлял экономический комитет у губернатора Нью-Йорка. Энджи Мэньюэль является сооснователем фонда «Конделизы Райс», работала в Госдепартаменте США, то есть Госдеп у нас уже есть, ну а также, конечно же, в «Нью-Йорк Сток Экченч». Такаши Акита был самым молодым председателем совета директоров Гонконгской фондовой биржи. Далее Джин Сперлинг скромненько притесался внизу списочка, хотя он был экономическим советником президента Клинтона с 1997 по 2001 год и также президента Обамы с 2011 по 2014 год. Тем более, по версии журнала «Фочин» он входит в 50 самых значительных людей на планете, по версии журнала «People in Washington». Команда сотрудников, лидершип, лидеры Ашиш Бирла отметился тем, что успел поработать вице-президентом по технологиям в «Томсон Ройтерс». Мы знаем, что через «Рейтер» у нас сейчас проходят все торги по обмену валюты, то есть это фактически монополия банковской элиты на обмен мировой валюты, то есть на «Форекс». Итак, Патрик Гриффин, который торговал «Эквити», отметился также «Вивендис Медиа», которая входит в группу телекоммуникационных компаний нашей элиты. Канаан, какой-то человек без имени, без фамилии, по кличке. Ну, в принципе, ему можно, потому что он отвечает за инженерные подразделения. «Бринли Лир», отметилась в работе о Мелни Майерс и Чарльз Шваб. Чарльз Шваб – одна из крупнейших брокерских компаний США, которая тоже принадлежит системе, и она там хорошенько отработала. Видимо, лицо доверенное. Моника Лонг отметилась тем, что проработала в «Проспере». Это одна из компаний, которая продает рабские долги американского народа. 50% народа закредитована, она успела там поработать. Джон Митчелл работал в IBM, продавал корпоративное программное обеспечение еще в одной структуре САС, которая плотно связана с Национальным разведывательным бюро США. Итак, Энтони О'Горман отметилась работой в Королевском банке Великобритании HSBC, где все члены королевской семьи обслуживаются, в Union Bank, принадлежащей той же группе лиц, а также в American Bankers Association. Если кто не знает, то внутри США деньги не ходят по SWIFT, у каждого банка есть ABA Code, и вот поэтому ABA Code он как бы заменяет внутри США SWIFT. Но дело даже не в этом, а дело в том, что эта девушка является специалистом по противодействию отмывке денег. Именно она входит в международное агентство, также она участник с West Coast, западно-побережного антимани-ландринг форум, то есть это форум по предотвращению отмывки денег. Этот человек будет следить за тем, чтобы как бы там ваша операция, когда она будет блокировать ваши счета в официальном кошельке, о котором мы еще поговорим. А это вот за это будет отвечать Антуанетта О. Горман. Но самый интересный здесь человек, вот чьи уши торчат из Рипла, это, конечно же, Дэвид Шварц. Это главный криптографист Рипла, и ни много, ни мало, который работал на National Security Agency. Это, между прочим, если кто не знает, такая организация, с которой сбежал замечательный и очень честный молодой человек Эдвард Сноуден, который сбежал сначала и в Восточную Азию, а потом получил убежище в России и вынес, конечно, немало секретов оттуда. Так вот, имейте в виду, когда вы заведете кошелечек Рипл, за вами будет следить никто иной, как надведомственная организация по безопасности. Она знает все, человек очень достойный. Запомните этого человека. Дэвид Шварц, именно он будет следить за вашими кошелечками, чтобы все было ровненько, чтобы вся информация складировалась правильно. А вот и засланный казачок из биткоин-сообщества Стефан Томас. Стефан Томас отметился на работе сначала во многих очень биткоин-проектах WeuseCoins.com создал открытое сообщество Bitcoin Library Scott Bitcoins JS а также Bitcoin Business Bitplay Blockchain Info BitAdress и CoinPunk То есть, чтобы у вас не было никаких сомнений, вот рядом вот эти два прекрасных человека Дэвид Шварц и Стефан Томас один уже все знает про биткоин, а второй уже все знает про национальную безопасность США. Теперь они будут трудиться вместе. Маркус Тричер поработал уже во всех структурах мировой жандармерии финансовой. Во-первых, он был в Глобальном Совете Директоров Свифта. Мы понимаем, что такое Свифт. Это как раз та структура, от которой отключают непослушные страны типа Ирана. Он сейчас отключен. Ну, естественно, в Королевском банке HSBC, естественно, в Сити Групп везде человек поработал, все у него замечательно и, естественно, он здесь будет надзирать за вами, за вашими денежками в Рипле. Ну, и, конечно, завершает все это великолепие Рон Уилл. В чем его великолепие? В том, что, да, он, конечно же, тоже отметился везде, где только можно. И самое главное, что он поработал даже в Лемон Бразерс. Если вы помните, это один из банков системы, который был в 2008 году разорен, сам разорился, и в котором пропали приблизительно около 350 миллиардов денег его вкладчиков. Как его там сонировали, эта история другая, но он еще в Мерельниче поработал, в Банк Америка. Так что, достойные люди, если когда-нибудь Ripple закроют, то, как бы, причем здесь американское правительство, это же стартап Ripple, а то, что здесь работают такие достойные люди, которые работали в Национальном агентстве безопасности, скандализой Райс, со всеми президентами США, с какими только можно, это, конечно же, случайное совпадение. Это просто совпадение. В мире все случайно. Так что, заключая обзор вот этих всех великолепных ребят, я вам могу сказать добро пожаловать в ад. Вот Ripple вам. А теперь давайте порассуждаем, какие же цели и задачи стоят у этой мировой криптовалюты Ripple и сколько она может стоить в ближайшее время. Если по каким-то этическим соображениям вы не сможете в нее вкладывать деньги или если вы не хотите, чтобы все знали, где ваши деньги, куда вы их потратили, от кого получили, кому отправили, то, конечно, Ripple пользоваться я вам очень не советую. Забегая вперед, скажу, что на сайте Ripple у вас же, конечно же, есть возможность открыть кошелек, да, и вот здесь, если вы нажмете Buy XRP, то они пишут, как вот купить, как купить XRP. XRP можно купить и вот список бирж, которые поддерживают уже Ripple на сегодняшний день. Я могу сказать, что их количество там за последнюю неделю уже выросло, потому что появились все новые и новые биржи, то есть Ripple очень хорошо входит во всевозможные биржевые системы. Coincheck, отлично, Kraken, пожалуйста, Bitsmap и Hub. Yithub, в принципе, является таким официальным кошельком Ripple. Если вы собрались купить Ripple, все-таки, да, то вам понадобится кошелек. Официальным кошельком таким является GateHub, но кошельки есть и десктопные кошельки, так называемые, которые можно установить себе на компьютер, но вы должны понимать только одно, вот лучшие кошельки Ripple, GateHub онлайн кошелек, Polonex, понятно, это просто биржа, там можно тоже держать кошелек, платежная система CoinPayments на Cripple не относится, вот есть Ripex десктоп кошелек, есть, ну понятно, что вот этот самый Ledger Nano S, который я очень не рекомендую, это просто французская безделушка, страшно ключная, которая к тому же работает в приложении браузера Chrome, то есть понимаете, да, никакой прайваси там не будет и от вот этих замечательных людей, о которых мы с вами говорили, вы там не скроетесь, поэтому остается GateHub, а для того, чтобы завести кошелек на GateHub, я попробовал завести, вы узнаете, что для его активации вам необходимо хотя бы 20 Ripple, спешите, потому что 20 Ripple уже сейчас стоит там 2,5-3 доллара, скоро будет стоить, то есть это 60 долларов, а для того, чтобы там вам просто что-то делать с этим, потому что 20 Ripple они будут как бы арестованы на счете, то есть это плата за кошелек, надо положить 100, но 100 Ripple это 300 долларов, то есть как бы совсем нищебродом в Ripple делать нечего, пожалуйста, открывайте на GateHub кошелек, но когда вы начнете регистрироваться, вот здесь вы нажимаете Sign Up для того, чтобы зарегистрироваться, когда вы начнете регистрироваться, вы сразу же поймете, что они потребуют ваше настоящее имя, конечно, вам понадобятся и паспортные данные, и вся другая настоящая ваша информация, так что здравствуй Национальное Бюро Безопасности США и прощай анонимность, но если кто-то думает, что альты непобедимы, что ладно, бог с ним, с Ripple, будем жить с Ripple, на нем зарабатывать, то вы очень сильно ошибаетесь, конечно, никакой революции взрыва не будет, но то, что Ripple будет постепенно отжимать все альты, это понятно уже сейчас, Coinbase объявил в четверг, что больше ни один альткоин не будет пущен на эту биржу, но очень интересно, что последняя криптовалюта, которая была на нее пущена, это был Ripple, XRP, понимаете, да, и он тут же стал торговаться, вот была цена 3.84, это первые цветочки, Coinbase объявил о том, что больше ни одна валюта, сколько бы их не имитировали, сколько не было ICO, не попадет на эту биржу, я думаю, что в скором времени есть смысл ожидать того, что и другие крупнейшие биржи, такие как Bittrex и Polonex, прекратят прием новых монет для торговли, но везде там будет торговаться Ripple, да здравствует Ripple, скоро он всех победит, не сразу, но постепенно. Если все мои предположения верны, и Ripple это новый цифровой доллар, его основная задача будет связать все вот эти лишние деньги, которые присутствуют в мире, таким образом мы можем планировать приблизительно его курс, на сегодняшний момент, вот прямо сейчас на момент написания этого обзора цена 3 доллара 17 центов, давайте с вами посчитаем, если в США на сегодняшний день внешний долг США, ну будем говорить группы 20 триллионов долларов, 20 триллионов поделим на, можно делить на количество всех выпущенных Ripple, а можно делить на то количество, которое сейчас находится в обороте, поделить на 38 миллиардов 739 миллионов 144 тысячи 847 Ripple получим 516 долларов, таким образом, для того, чтобы слить весь внешний долг и залить его в Ripple, курс его должен быть 516 долларов, неплохой такой прирост, если мы к этому добавим еще и долги домохозяйств, которые сейчас есть в США, то эту сумму можно умножить на 2, получится у нас 1000 долларов, это приблизительно такой курс Ripple должен быть, но, если мы возьмем еще и корпоративные долги США, напомню, что это 270 триллионов долларов, и поделим на всю эту сумму, то мы можем приблизительно сейчас даже посчитать, возьмем 270 триллионов долларов, и поделим на все выпущенные Ripple, да, это именно 100 миллиардов, 100 миллионов, 100 миллиардов, то получим ориентировочный курс Ripple 2700 долларов, нормальные таргеты их 3000 долларов, и 2700 долларов, вот такого повышения курса Ripple можно, в принципе, ожидать, так что, смотрите, если желание вкладываться в Ripple, заводите себе на гейтхабе кошелек, и вкладывайтесь в Ripple, добро пожаловать, Ripple принадлежит тем людям, которым принадлежит ФРС, Международный Валютный Фонд, Всемирные Банки, другие институциональные столпы современной банковской финансовой системы, хорошо это или плохо, если вы находитесь в оппозиции к современному устройству мира, ну, считайте, что для вас это плохо, тогда уходите в тайгу, в лес, кусты, прячьтесь от этого, потому что это, в принципе, цифровой Армагеддон, это цифровой доллар, о чем еще может говорить такое развитие Ripple, о том, что 2025 год, вот все называют эту дату такой переломный год, это тот год, когда в мире не станет наличных денег, биткоин никак бы не смог заменить наличные деньги, это уж совершенно точно, а вот Ripple со всеми его технологическими возможностями наличные деньги заменить сможет. Ну и под конец вишенка на торте, из всего сказанного можно сделать следующие выводы, первое, Ripple это не криптовалюта, второе, это даже не деньги, и возмущение сообщества включением Ripple в Coinbase вполне справедливо, по множеству причин, первое, Ripple не основан на блокчейне, второе, он не децентрализован и не анонимен, третье, эмиссия 100 миллиардов монет произведена в одно мгновение владельцами Ripple и более 60% этих самых монет они оставили себе, такой жадностью и смелостью оставить себе более 60% монет при первой эмиссии не отличился ни один альткоин за всю историю криптовалют и, конечно же, нет никаких гарантий, что не будет допущена дополнительная эмиссия, поскольку обществом этот процесс вообще никак не контролируется. Ripple даже не может считаться деньгами в том объеме, в каком сейчас эту функцию исполняет биткоин. Определение денег содержит в себе три важнейшие функции с точки зрения экономики. Первое, это средства платежа. Деньги являются универсальным меновым товаром. Второе, это универсальный эквивалент стоимости товара. И третье, самый важный, деньги являются средством сбережения, главной характеристикой которого является прогнозируемая редкость. Эта функция свойственна, например, золоту. Ripple обладает только одной из трех функций, это средство платежа. По всем остальным он значительно отстает от всего, что есть сейчас на рынке, включая фиатные валюты. Биткоин напротив обладает двумя из трех этих функций, включая прогнозируемую редкость. Его невозможно имитировать бесконтрольно, более того, известна конечная цель эмиссии 21 миллион биткоинов и известен срок прекращения этой эмиссии в 2040 году. Это определено математическим алгоритмом и не подлежит изменению. Напомню, что обычные фиатные деньги, такие как доллар США или евро, являются фидуциарными деньгами. От латинского слова fiducio, то есть доверие. Эти деньги обращаются и существуют до тех пор, пока люди верят в то, что это деньги. Доллар в принципе обладает всеми тремя функциями денег с некоторыми ограничениями. Если средством платежа и эквивалентом стоимости доллар обладает более или менее полно, то как средство сбережения весьма условно, поскольку эмиссия доллара никак не контролируется обществом и у нее нет прогнозируемой редкости. Поэтому у доллара есть инфляция, но она незначительная на фоне того, что национальные валюты других государств инфлируют гораздо больше. Однако при всем этом у доллара есть одно уникальное качество. Конечно, у бумажного эквивалента этого доллара это анонимность. Любой человек может приобретать, продавать товары совершенно анонимно и более того анонимно хранить свои доллары. Бумажные купюры по этому качеству даже превосходят биткоин, поскольку не оставляют после расчетов следов в реестре, которым пользуется биткоин. Однако все гораздо хуже, когда эти деньги у вас в электронном виде или на банковских счетах и картах, что одно и то же. В принципе, банк в любой момент может заблокировать любой счет, чем сейчас активно пользуется США, объявляя санкции и блокируя счета целых государств. Этим Банк России недавно в массовом объеме приступил к блокированию счетов граждан и предприятий в нарушении закона и без решения суда. Это привело к массовому бегству корпоративных клиентов из Сбербанка и вызвало необходимость дотации со стороны Центробанка в размере более 300 миллиардов рублей. Пока что этот процесс не останавливается. К чему я это все рассказываю? Дело в том, что Ripple обладает документированной возможностью замораживать счета любых клиентов. И в этом его принципиальное и кардинальное отличие от других криптовалют. Как известно Ripple была создана в 2012 году Райаном Фугером и Джедом Маккалибом и первоначально она называлась Ripple Pay. Джед Маккалиб известен тем, что занимался запуском биржи MTGOX если вы знаете такую вместе с Марком Карпелисом. Затем Маккалиб переименовал свою компанию Ripple Pay в Ripple и в конце 2013 года оставил компанию Ripple чтобы начать собственный проект Stellar. Ну это по официальной версии. На самом деле мы не знаем почему Маккалиб ушел из Ripple но он как учредитель вынес с собой 9 миллиардов монет Ripple 9 миллиардов XRP. У него была договоренность с проектом что он не может тратить более 10 тысяч Ripple в неделю но в 2014 году средства массовой информации заговорили о том что Маккалиб попытался продать свою долю большими частями через биржу Bitstamp. Тогда-то именно компания Ripple Labs решила что продажа такого количества Ripple не соответствует интересам сети и поэтому Ripple Маккалиба были заморожены. Как это спросите вы? А вот так были заморожены. Это никогда бы не могло случиться с биткоином или с каким-нибудь другим альткоином. Заморозка средств Маккалиба выявила интересную особенность связанную с публичной базой данных Ripple. Оказалось что Ripple Labs может использовать два метода для заморозки любых счетов в Ripple. Первое это остановка функциональности отдельной учетной записи или кошелька и второе это глобальное замораживание сети которое может привести к остановке всей сети Ripple. Причем глобальное замораживание от которого впоследствии Ripple открестилось это совсем не слухи. Так как сама Ripple Labs 1 августа 2014 года опубликовала заявление о такой возможности. Кроме того в апреле 2015 года вице-президент Ripple Моника Лонг это вице-президент по маркетингу и коммуникациям Ripple Labs рассказала криптовалютному обозревателю Шону Винсу о том как работает заморозка и какой выбор есть у пользователей. Итак протокол Ripple позволяет каждому шлюзу придерживаться собственной политики и поэтому у пользователей есть выбор между шлюзами которые подвержены или не подвержены заморозке в зависимости от собственных предпочтений. Большинство юрисдикций требуют от шлюзов Ripple возможности заморозки. Это поддерживает здоровую экосистему путем защиты пользователей и снижения рисков. Если пользователь считает что его средства были несправедливо заморожены то он может обратиться за помощью в соответствующем сервисам поддержки. Ничего не напоминает Сбербанк России стал замораживать счета своих клиентов без решения суда противозаконно а теперь даже и Ripple обладает таким правом. И это на мой взгляд конец всему закону римскому праву и демократии во всем мире. На вопрос же о том что у других криптовалют нет такой возможности замораживать счета своих клиентов она на полном серьезе ответила что в истории если бы например у основателя эфириума Виталика Бутерина кто-нибудь похитил с кошелька 10 тысяч монет 10 тысяч эфиров он бы просто позвонил на биржу и попросил заблокировать эту операцию. Как говорится все занавес последний акт. Далее оказалось что Ripple через свой протокол на бирже может блокировать любые счета в зависимости от национальной и страновой принадлежности своих клиентов. Но что интересно по сигналу Ripple блокируются не только ваши средства исключительно в Ripple а вообще все средства на этой бирже включая доллары США евро биткоин и другие альткоины. А в случае объявления санкций например со стороны США целые государства включая всех их граждан могут лишиться всех своих денег на всех биржах мира. Где работает Ripple? Как объяснила мониколонка это требования национальных властей и мы все чаще видим с вами такую ситуацию которая произошла сейчас в Южной Корее или в Таиланде или уже давно используется в Японии когда биржи требуют полной идентификации участников торгов криптовалютами. Выход есть если вы решили немного подзаработать на Ripple то не держите на той же бирже где у вас открыт счет в Ripple другие валюты или альткоины старайтесь их держать на других биржах где не присутствует пока Ripple но поскольку Ripple вскоре будет торговаться на всех биржах мира и мы видим как быстро он продвигается к этой цели то ваши заработанные честно альткоины следует держать только на холодных кошельках таких как например Bitcoin Core а лучше всего я рекомендую на Armory я предлагаю вам не слушать тех людей которые предлагают аппаратные кошельки типа Ledger потому что Ledger это просто французская компания все транзакции производятся через ее серверы а само приложение работает через Google Chrome то есть просто приложение в Google Chrome и если упадет сервер Ledger или что-то случится с серверами Google например они будут заблокированы вашими локальными администрациями вы потеряете всяческий доступ к вашим кошелькам конечно как и большинство людей я сам лично против воровства и мошенничества в сети а также конечно же я против продажи наркотиков оружия и против финансирования терроризма более того я сам стал в 2012 году жертвой воров которые у меня украли 38 биткоинов с моего незащищенного бумажника на моем персональном компьютере я тогда ничего сделать не смог поскольку все операции в биткоине они безоткатны то есть их отменить нельзя в случае если бы у меня украли деньги с кошелька рипл то наверное была бы возможность проследить кто это сделал и остановить все эти транзакции заблокировать все его счета и возместить мне каким-то образом ущерб но в реальном мире у меня украли средства со счетов в обычном банке и когда я обратился с заявлением в банк с просьбой вернуть мне этот платеж заблокировать банк мне ничем не смог помочь они просто пожали плечами и сказали пишите заявление в полицию и это правильно поскольку у нас отнять у кого-то средства можно только по решению суда во всяком случае так записано в законе но очевидно что риплу закон не писан причем в любой юрисдикции мой дружеский совет всем коррупционерам чиновникам и просто крупным предпринимателям держитесь подальше от рипла в любом его виде вы можете внезапно потерять все свои деньги с вероятностью чуть менее чем полностью оставайтесь в биткоине и в других альткоинах помните что стоит вам только завести официальный кошелек на рипле на любой бирже и иметь там хотя бы один рипл на счете вам могут заморозить все ваши счета включая счета в других валютах предупрежден значит вооружен на этом я хочу с вами попрощаться поблагодарить вас за просмотр этого видео ставьте лайк если считаете что та информация которую вы услышали была для вас полезной а также подписывайтесь чтобы быть в курсе последних событий в мире блокчейна и криптовалют раньше других до свидания всего доброго всего хорошего будьте бдительны товарищи красные пролетарии не давайте этой буржуазной сволочи затянуть криптовалютную удавку на вашей шее эти империалистические буржуазные кровопейцы хотят навязать вам новый мировой порядок храните свои движения в пролетарской криптовалюте биткоин не покупайтесь ни на какие риплы и прочие цифровые теремки мечты рассеялись товарищи красные пролетари мечты рассеялись